Добро пожаловать в Зеркалье, ну или в страну искаженных знаний. Мой недавний перевод, интервью доктора Асима Мальхонтра новостному каналу ГБН, был заблокирован трубой по причине, как указывает искусственный интеллект, медицинской дезинформации. Поразило то, что они даже не соизволили ознакомиться с источником, информацию из которого я просто-напросто перевел для русскоговорящей публики, не исказив ни на йоту, предоставив возможность зрителю делать самостоятельные выводы и умозаключения, ну да ладно, убогих не судят. Меня вроде как заблокировали, но почему-то оставили доступ к каналу. За это я им признателен. И пользуясь этой возможностью, предоставляю вниманию тех, кому не все равно, обзор письма профессора Гунтера Камф, специалиста по гигиене и экологической медицине, опубликованной изданием Lancet 1 декабря 2021 года. В том случае, если обзор будет снова заблокирован, предлагаю вам перейти по ссылке, указанной в описании. На мой канал на Одиссей. Усиление эпидемиологической значимости вакцинированного против COVID-19 населения. В письме говорится о том, что вопреки всем ожиданиям, снижение вирусной нагрузки и ограничение распространения вируса посредством вакцинации не произошло. Так как недавние данные указывают на то, что эпидемиологическая значимость вакцинированных в процессе распространения инфекции усиливается. Как было описано, в Англии частота вторичных заражений в домохозяйствах с полностью вакцинированными индексными случаями аналогичной частоте заражений в домохозяйствах с невакцинированными индексными случаями 25% для вакцинированных по отношению к 23% для невакцинированных 12 из 31 случаев инфекции в полностью вакцинированных домохозяйствах то есть 39% в полностью вакцинированных эпидемиологических индексных случаев Пиковая вирусная нагрузка не различалась по вакцинационному статусу или типу вирусного варианта. В Германии симптоматическое проявление заболевания среди полностью вакцинированных, так называемый прорыв инфекции, заявляется еженедельно с 21 июля 2021 года и был на это время 16,9% среди популяций 60 лет и старше. На 27 октября эта цифра достигла 58,9%, четко указывая на увеличение значимости вакцинированных как возможного источника распространения. Похожая ситуация была описана в Англии в промежутке между 39 и 42 неделями. Были зарегистрированы 100 160 случаев инфицирования среди популяций от 60 лет и старше, 89 821 из которых среди полностью вакцинированных, это 89,7% и 3395 среди невакцинированных, то есть это 3,4%. Неделей ранее число случаев инфицирования на 100 000 человек среди популяции от 30 лет и старше было выше среди вакцинированных, чем среди невакцинированных. В Израиле сообщалось о внутрибольничной вспышке болезни с вовлечением 16 медицинских работников, 23 пациентов и двух членов семьи. Источником являлся полностью вакцинированный пациент. Уровень вакцинации был 96,2% среди всех вовлеченных индивидов, которыми являлись 151 медработник и 97 пациентов. 14 полностью вакцинированных пациентов серьезно заболели или умерли. У двух невакцинированных пациентов развилось легкое заболевание. Центр по контролю и профилактике заболеваний США CDC определяет 4 из 5 округов с наибольшим процентом полностью вакцинированного населения как округа с высоким уровнем распространения инфекции. Многие лица, принимающие решения, полагают, что вакцинированные не могут являться источником распространения инфекции. Игнорирование вакцинированного населения как возможного значимого источника распространения инфекции при принятии их решений о мерах контроля общественного здравоохранения является грубой халатностью. На графике серым цветом обозначена пропорция полностью вакцинированных среди симптоматических случаев заболевания у популяции от 60 лет и старше по Германии. Черным цветом обозначен уровень вакцинации. Ссылка на источник в описании. Субтитры создавал DimaTorzok